Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня мы будем с вами готовить блинчики с начинкой из творога. Помимо того, что мы будем на сковородке выпекать наши блинчики, мы потом их уже с начинкой будем запекать в духовке. Итак, для теста нам понадобится мука, 2 яйца, 0,5 литра молока, подсолнечное масло и также соль и сахар. Для начинки нам понадобится творог, у меня здесь 500 г, ванильный сахар, 1 яйцо и изюм. Изюм предварительно нужно замочить в воде, чтобы он стал более мягким. Итак, давайте делать тесто. Также нам понадобится пол пачки сливочного масла. Оно понадобится нам для того, чтобы смазать форму. И потом сверху при запекании тоже кусочки масла сверху разложить на блинчики, чтобы они были намного вкуснее и сочнее. Вбиваем 2 яйца. Вливаем сюда 250 миллилитров молока, столовую ложку сахара, можно даже полторы, и щепотку соли. Добавляю сюда 5 ложек муки. И все это перемешиваю. Добавляю еще муки. У меня примерно здесь 7 столовых ложек. Теперь потихоньку добавляем молоко и взбиваем. Не все сразу. Тесто для налистников получается жидким. Если сравнивать с блинчиками, то на блинчики оно получается намного гуще. За счет того, что тесто у нас жидкое, и блинчики будут, точнее, налистники получатся очень тоненькими. Отставляем тесто и будем делать начинку. Итак, делаем начинку. Сюда добавляем творог. Вбиваем 1 яйцо. 3 столовые ложки сахара. Начинка должна быть намного слаще, чем тесто. Перемешиваем. Ванильный сахар добавляем. Добавляем изюм. У меня где-то здесь 2 столовые ложки изюма. Налистники или блинчики, не судите строго, очень получаются тоненькими, очень нежными и вкусными. Я готовлю на небольшой сковородке. Вы возьмите сковородку, на которую у вас будет полностью вот так вот блинчик помещаться. Видите, такое жидкое тесто, и за счет этого получаются очень тоненькие блинчики, налистники. Так, смотрите, как я разложила блинчики. Они у меня такой ступенечкой лежат. И теперь, чтобы все намного быстрее происходило, я буду вот так вот выкладывать начинку. Вот так вот. И потом их быстро-быстро заворачивать. Творога я советую взять побольше. У меня сегодня, к сожалению, немного. Так, распределяем. И заворачиваем вот такую вот трубочку. Вот так вот. Очень нежные блинчики получаются. Творога можно поменьше, кто как любит. Вот так вот. Вот так вот. Снимаю уже готовый вариант, так как батарейка села на камере. Итак, пергаментную бумагу смазать уже подтаявшим сливочным маслом. Дальше укладываете в несколько рядов и в несколько слоев блинчики, сколько у вас получилось. Вот. И также сверху, вот видите, я положила сливочное масло. Закрываю это все пергаментной бумагой. Можно, я думаю, что фольгой. Вот. И убираю в духовку примерно на 30-40 минут при 180 градусах. Смотрите по своей духовке, как она выпекает. Они должны потемнеть блинчики, то есть стать более такими румяными. Так что закрываем и убираем в духовку. Ну что, вот наши блинчики. Вот так они выглядят. Сейчас выложу на тарелку и будем кушать. Предлагаю такие блинчики кушать со сметаной. Приятного аппетита! Тарелка